доброе утро доброе утро в москве еще 6 утра я сибири дом цветочной моды у нас уже 10 утра и я конечно не ожидала что люди начнут подключаться сразу но сегодня у нас первый урок по цветочной релаксации мы будем делать прямом эфире орхидею маленькие орхидейки и сегодня у нас будет окрашивание это покрашивание я запишем по диктовку формулы которые разработала специально для вас опробовала их они красивые рабочие поэтому приготовьте блокнотики ручки запишем по капелькам точные формулы и вместе с вами вырежу вот не успела подготовиться вырезать вчера все все детальки использовала в свои орхидейки но я думаю что это к лучшему особенно для новичков потому что выкраивание тоже есть нюансы есть свои секретики есть какие-то вещи которые просто помогут сэкономить время напишите пожалуйста как меня слышно и как картинка доброе утро ксюш доброе утро хорошо ли слышно меня вот такие орхидейки будем сегодня делать они очень миленькие и безусловно хочется сделать их много 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 поэтому я вчера накроила начала крыть конечно же на одну орхидейку но поняла слышно хорошо спасибо большое но поняла что нет на 2 до 3 и даже на пяти я скорее всего не остановлюсь хочется чтобы было прям много много смотрите на мой взгляд они похожи на ванильки на цветок ванили вот такие очень миленькие непривычные то есть но у всех по-разному до ассоциации с орхидеи но когда я слышу я сразу себе представляю такую большую широколистную белоснежную орхидею а вот эти привлекли мое внимание тем что они вот такие вот милахи так давайте приступим что как я поступила я просто взяла распечатала мастер-класс выкройки я вам показывала размеры тоже сделаны обставьте еще плюсик кто будет со мной делать вот кто сегодня будет окрашивать взяла распечатала мастер-класс и вы знаете я даже поленилась а может быть это новый новый способ не не стала переводить выкройки я просто сейчас покажу как я сделала я взяла ткань это шелковый сатин он у нас идет свернутый в четыре раза вот такими кусками 50 на 50 сантиметров отрез он свернут в четыре раза и получается в итоге квадрат 25 на 25 я его вот так вот развернула он полупрозрачный взяла всего одну сторону знаете какую сейчас покажу которая далека от сгиба почему потому что сейчас мы начнем вот здесь выкраивать здесь выкраивать и когда у нас останутся остатки то потом при разворачивании этого сгиба у нас их мы их не выпросим а их станет в два раза больше и вот таким образом от края к центру выгодно идти к центру ткани вот поэтому я разворачиваю и начинаю вот на этом кусочке обводить выкройку а потом сверну обратно ткань и вырежу сразу четыре слоя вот такая полезная история получилась из того что я поленилась выкраивать итак давайте сейчас уберу пока баночки мои с краской на столе на самом деле получается не так много места поэтому надеюсь что вам будет хорошо все таки видно весь процесс так я беру честно говоря сразу ручку потому что потому что я вырезаю всегда так чтобы ее не было видно по описанию в мастер-классе мы знаем что нужно сделать лепестки из сатина из шелкового и в принципе по описанию нужно все сделать из сатина кроме листьев и ствола листья и ствол нужно делать из бархата но я попробовала и решила что и губа вот это она из бархата будет смотреться лучше а цветок как бы начинает играть вот смотрите а когда она матовая из сатинчика то это было бы скучновато вот но можно конечно попробовать но я решила остановиться вот на таком варианте буду вам его именно показывать итак давайте приступим поэтому мы вырезаем лепесточки из сатина лепесточки у нас находятся на вот этой страничке так плюсики никто не поставил значит никто не планирует делать вот как я и говорила я беру кусочек помним о том что все детальки у нас вырезаются строго по диагонали под углом 45 градусов как вам это сделать чтобы не крутить просто кладете лист ткань под углом 45 градусов к этой детальки можно вот так лучше мне вот так понятнее вот чтобы вот эта точка вот таким образом вот видите вот основная нить а у вас деталь лежит под направлению 45 градусов по диагонали и так я ввожу вы можете карандашом я знаю себя я всегда буду вырезать очень аккуратно и у меня ручки не будет видно ручки не должно быть видно сто процентов сейчас мы вырезаем с вами большой лепесток на орхидейке это который вот этот вот вот самый и еще у нас есть средний и маленький средних нам нужно целых две пары поэтому мы с вами знаете как сделаем вот этот мы вырезаем один потому что у нас их и так получится 4 в 2 орхидейке а этих я нарисую два раза в итоге у меня получится 8 их при развороте и хватит на тоже получается 2 орхидейке 1 2 можно не стесняться можно вырезать чуть больше чем на выкройке почему делайте обязательно вот этот припуск небольшой буквально она на колу ручки потому что вы будете выкраивать и выкраивайте красиво плавными линиями поэтому у вас должен быть грубо говоря разбег для действий плюс вам обязательно нужно срезать ручку мне специальная ручка которая стирается но тоже я ее не нашла с утра так маленьких у нас в описании написано что одна пара поэтому при развороте у нас будет 4 и хватит на 2 орхидейки вот в итоге у меня будет сегодня 2 орхидеи видите я вот так нарисовала но вот этом бума на этом на этой ткани теперь сворачиваю в четыре раза и начинаю выкраивать сразу по 4 лепесточка вы знаете сегодня специально посмотрела значение слова релаксация и релаксация это означает снятие зажимов в принципе то и происходит в нашем цветоделии в любом творчестве я думаю что не только в цветоделии мы расслабляемся снимаются зажимы и мы начинаем отдыхать в этот момент ты такой медитативный процесс и перед началом вообще вот этого проекта который я думаю у нас будет длиться из занятия и занятия в занятия соберется группа любителей такой релаксации я бы хотела сказать в самом начале о том что очень важно очень важно так как это медитативный процесс как любой медитации понимать что мы с вами не стремимся к тому состоянию которое будет мы с вами сейчас здесь и сейчас том состоянии в каком мы есть находимся кто-то новичок кто-то уже умеет делать мы все видим с вами оригинал да то что сделала и магамиру и ее уровень высокий уровень создания цветов но мы отдаем отчет что как любой медитации мы с вами концентрируемся на том состоянии которое у нас есть и потом придем к тому состоянию которое будет не обесцениваем свои первые шаги а наслаждаемся я не скрепляю честно наверное можно скрепить будет лучше но я почему-то не скрепляю я люблю все эти процессы знаешь для для оптимизации времени и усилий чтобы они не слетали да можно скрепить так как это знаешь для меня медитация ксюш то здесь акцент не ставлю на том чтобы ускорить процесс хотя не нужно от этого отказываться нужно просто взять себе в привычку и скреплять что за ткань шелк или подкладочная это шелковый сатин производства дом цветочной моды мы его производим вот такими отрезами 50 на 50 сантиметров и он у меня свернут так как вот он идет в упаковке я его достала и сразу начала кроить я уже сделала из него три орхидейки 2 сегодня показала одна полная другая еще не доделана без тволика какие виды ткани нам потребуется я использовала шелковый сатин как и в описании мастер-класса подкладочная ткань для губы я использовала шелковый вуалет и такая тонюсенькая тканюшка вы можете использовать абсолютно любую можете органзу использовать нужно что-то такое знаете просто полупрозрачная и эластичная для подклада нужна такая ткань и еще нам потребуется бархат для того чтобы вырезать губу то уже другая часть губа и листики и ствол для этого я тоже использовала бархат нашего производства я его не не показывала его у нас нет в продаже но могу показать как он выглядит вот это что-то среднее между бархатом и японским сирулонгом он мягкий податливые прекрасно окрашивается вот такую гамму передает вот такой бархат так вот такую губу нам сейчас нужно будет вырезать как вы видите он тоже просвечивает поэтому я буду лениться и впредь и вырежу обведу просто по выкройкам смотрите какая ситуация бархатом если я сказала что все лепестки выкраиваются по косой по диагонали и это показано в мастер-классах вот такой вот стрелочкой это как раз означает стрелочка направление для выкраивания то бархате хоть и показано направление для выкраивания но лучше смотрится когда направление ворса соответствует направлению самой детальки но если у вас к примеру вот липи листочек вот сюда смотрит то и ворс у вас должен идти либо вверх либо вниз но не по диагонали потому что во первых вам будет сложно окрашивать когда вы будете красить то немножко будете заминать ворс в этом кстати есть особая изюминка вот как раз нашем бархате потому что он длинноворстный и она очень красиво как плюшек знаете так заминается потом его можно расчесать я не знаю видно не видно в общем с этим можно играть пока еще не так много было экспериментов тем более с бархатом так как благодаря нашим нашим клиентам нашим покупателям мы больше узнаем о том а есть знаете как сделаю еще еще и схитрю нет наверное вот так все таки делаю припуск конечно же когда ввожу потому что потом срежу нужно учитывать что в плюше и в любой плотной ткани есть особенность нужно расстояние между элементами оставлять минимальное потому что он и так при своей толщине будет давать больше визуальное расстояние чем вот допустим в тоненьких тканях так давайте я сейчас не буду тратить время вырежу все таки чтобы показать вам дальнейшем как крашить вот смотрите вам сказала о том что нужно по направлению ворса сама по привычке по диагонали вырезала но совпало так что здесь подходит направление и диагонали бывают и такие моменты поэтому можете их улавливать если у вас получится совместить направление ворса и диагональ не чтобы лежала по диагонали по отношению к основной нити то будет вообще здорово замечательно и приступим к формулам запишем формулы кто сейчас здесь девчат нужно окрашивать прямом эфире или все-таки самостоятельно сможете окрасить и не нужно показывать этот процесс напишите пожалуйста надо показывать вот только пишет надо все-таки показать сейчас покрасить так хорошо когда покрашу вместе с вами всегда интересно да наташ когда влюблен в это дело то можно смотреть на этом до бесконечности взяла сегодня себе новенькие японские кисти в честь такого события потому что я пользуюсь и японскими и обычными кистями главное чтобы это было у вас синтетика они натуральные смотрите давайте тогда еще чтобы вы ничего не пропустили выклеим тогда еще и листики так смотрю что было и направление ворса то есть вот у меня листик сюда смотрит направление ворса тоже сюда пусть будет если я положу прям вот так то знаете что будет волосинки все будут вот так в бок смотреть а мне бы этого не хотелось поэтому я его сейчас поверну так вот вот таким образом используйте конечно ручку но лучше ту которая смывается кстати кто расскажите кто пользуется такой ручкой потому что я их купила много специально для дома цветочной моды но честно говоря сама даже еще не пробовала так еще раз проверим вот вот ольга пользуется нравится оль удобно такой ручкой вот этот бархат видите да какой он мягкий это я специально делаю для себя я люблю больше работать с мягкими тканями да конечно у них есть нюанс они могут крошиться их сложнее вот элементарно до обрезать сейчас обводить ткань заминается или обрабатывать посложнее но это уже когда ты поработал с разными тканями и понимаешь в этом вкус то но в изделии смотрится живее цветок когда ткань в мягкой обработке удобно пользуюсь пользуюсь наташа пользуется но не в цветодели я тоже купила но мне неудобно они плохо рисуют поэтому я пользуюсь карандашом да ксюшек я видела что ты пользуешься карандашом большая умница может быть мне просто надо нормальный карандашик завести но не знаю как будто вот когда я ручка это делаю для меня больше контроль то есть ручку точно нельзя допустить карандашик можно где-то пропустить нечаянно это знаете у каждого своя фишечка какая-то свои особенности я думаю что есть место точно любому пристрастию в цветах а девчат давайте пока вот тут пока я вырезаю напишите над каким цветком сейчас работаете вот наташа тоже карандашом над каким цветком сейчас работаете еще из этой ткани нам потребуется сделать ствол у него размер 8 миллиметров на 60 так у меня уже есть такие окрашенные много деталей я сразу на вырезала поэтому я не буду их вырезать вот просто понимаете что здесь окрасить 1 давайте вырежу чтобы уже у вас точно полная картина была и понимание ничего вы не упустили потому что вот это важно каждый процесс заканчивать потому что начав к примеру окрашивание да вот видите вот настолько он мягкий я понимаю что у нас много кто спрашивает его почему не продаем он такой красивый так эффектно смотрится потому что ну не знаю какой то у него вид не презентабельный на самом деле после обработки но цветы классные получаются с ним так тюльпаны желтые и пурпурные скоро значит что-то увидим что-то увидим новенького наташ наташ вы конечно с такой скоростью делаете и все время новые ваши нарциссы они потрясающие так долго ждала что кто-то выпустит мастер-класс по красивым нарциссом знаете таким живым настоящим вот у вас получилось поэтому очень классно спасибо за эту радость которую доставили так девчат я вырезаю 0 8 примерно берете не ну примерно можете отмерить я просто знаю сколько это 0 8 сантиметром 8 миллиметров на 60 вот такую полоску здесь крае тоже у меня попало просто по направлению ворса выкраиваем не нужно по диагонали просто по направлению ворса в данном случае у меня получается и по направлению нити то есть я по долевой режу тянуться она не будет но мне это и не нужно вообще эту деталь мы выкраиваем для ствола орхидеек тянуть мы ее не будем это не тонкая ткань чтобы ее тянуть достаточно будет ее укладывать она толстая и там будут другие нюансы совсем ее нужно будет укладывать красиво один виток под другой ну либо живо то есть знаете здесь такой нюанс все-таки это технология но на бана и и здесь это больше про это же философия состояния цветка вообще в японии нет просто учений просто набора техник будь то спорт да вы знаете боевые искусства это всегда философия и в данном случае то чем мы сегодня занимаемся у тоже есть философия этого учения и она про состояние цветка и здесь главный акцент внимание выделяется состояние нужно именно передать состояние цветка поэтому и в укладывании ствола может показаться какая-то небрежность много раз я об этом замечала и по незнанию люди думают что великий сенсей не знала как правильно красиво укладывать на стволах ткань да на самом деле нужно смотреть гораздо глубже и недооценивать сенсея это придает живости вот смотрите цветок имеет в природе изгибы создавая вот иногда такую якобы неряшливость до накладывания одного слоя на другой где-то под разным углом это как раз таки и дает живости цветку поэтому не бойтесь вот эта техника как нельзя лучше подходит для того чтобы начать для того чтобы вы не боялись и понять что в природе все прекрасно всему есть место но нужно учиться да нужно осваивать техники чтобы это не выглядело как случайная неряшливость а чтобы это было сделано но с пониманием в нужном месте и так давайте еще раз перечислим что же у нас сделано у нас вырезанные лепестки большой 2 средних да и маленькие затем у нас выкроены и листья такая их почему-то вырезала их у нашей сколько девочки напомните у нас по моему три листочка да нас три листочка читаем большой маленьких листика нужно было сделать два давайте сейчас я быстро докрою еще один так 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 вот так так юля у нас присоединилась любитель орхидей вчера оля написала одна из наших подписчиц о том что наташка хорошо что орхидеи и неспроста действительно ассоциации такие с орхидеями зимой у девчат что орхидея накапливает силы да и вот зимой активно цветет есть в этом тоже как какая-то философия не успел еще воспользоваться оля мне прислала ссылку чтобы я почитала об этом поэтому девчат если будете делиться какими-то своими наблюдениями я буду очень благодарна по поводу цветов которые мы делаем можно прямо сейчас начать если есть какие-то мысли кто любит вообще орхидеи у кого дома растут орхидеи вот я еще почему решила именно орхидею потому что у меня реальная проблема у меня не растут живые цветы только шелковые растут я очень хочу себе орхидеи понимаю что это прям такой труд труд нет у меня уже начали расти то есть не такой прям сдвиг произошел когда я этому посвятила внимание просто то они начали вырастать но на орхидеи я понимаю что я не решусь вот буду ждать от вас историям пока продолжим итак у нас лепестки большой два средних маленькие листья два маленьких большой у нас губа сделано у нас подклад для губы здесь много потому что ну нам немножко пригодится позже увидите обрезки нам пригодятся соединять тычинки затем дальше у нас ствол вот такой еще нам пригодятся лилейные тычинки сейчас покажу как они выглядят вот так они выглядят если у вас нет лилейных выберите любые придолговатые они нам знаете где потребуется и покрасьте в коричневый цвет вот здесь вот в центре мы зажмем их губой вот этой вот и будет очень красиво смотреться и так затем нам потребуется еще с вами проволока согласно описанию нам потребуется 10 10 штук 26 и одна штука 30 но у меня на самом деле получилось не одна штука 30 а больше поэтому я все-таки рекомендую взять две если вы прямо поштучно вот так выбираете то возьмите две какая красота и улья ну ты понимаешь да что на одной не остановиться и мы уже заметили то что она похожа на ванильку вот я надеюсь что мне их будет также много как у у имагами руина стульчики давайте приступим достаем значит блокнотики и записываем формулу сегодня для окрашивания нам потребуется создать четыре цвета и записываем первый цвет напишите готовы нет плюсик кто записывает кто записывает тычинки сами можно сделать из бархата да действительно как раз у нас будет бархат использоваться из кусочков бархата можно сделать будет очень красиво кстати юля ты права бархат и там глубине еще бархатные может придадут дополнительной глубины орхидея символ совершенства и утонченности цветок весов в какая информация интересная спасибо про весы не знала да действительно это символ совершенства и утонченности согласно о еще это пишет но так первый цвет это кремовый он так и называется кремовый цвет мы его создаем записываем желтый холодный 5 капель фиолетово красный две капли коричневый одна капля и 40 миллилитров воды так дальше цвет муха это вообще мой любимый цвет и любимый цвет ямагами если дальше будете со мной то этот цвет можно выучить наизусть эту формулу тем более я и специально придумала такой легкой для вас чтобы и для себя чтобы запоминать легко используется везде в каждом цветке так цвет мха 3 миллилитра воды давайте воду в конце ну без разницы желтый холодный 3 капли зеленый теплый 3 капли коричневый 3 капли и 3 миллилитра воды в общем все делаем в одинаковой пропорции если вы захотите сразу я говорю минимум того чтобы вас не оставалось остатков в расходе на одну на один цветочек на орхидейку в данном случае там сейчас повторю так первая формула цвет кремовый девчонки цвет классным так вот захочешь создать правда не создашь поэтому записываем желтый холодный 5 капель фиолетово-красный 2 капли коричневый 1 капля плюс 40 миллилитров воды конечно комбинируя воду вы можете менять насыщенность этого цвета но сам по себе он очень красивый и в цветах его применять очень даже знаете как будет естественно то есть он ну ну потрясающе второй со вторым цветом записали да это одинаковая пропорция желтый холодный 3 капли зеленый теплый 3 капли коричневый 3 капли и 3 миллилитра воды если вы хотите больше соответственно делаем там 30 капель желтого 30 капель зеленого 30 капель коричневого и в 10 раз больше то есть 30 миллилитров воды третий цвет записываем называется он вот второй цвет назывался цвет маха третий цвет называется темно-красный темно-красный я не сказал что он красный ну ну да красноватый до записываем красно-фиолетовый 5 15 капель зеленый теплый 5 капель желтый холодный 3 капли и 3 миллилитра воды как вы заметили нам потребуется всего четыре цвета для всего цветка и четвертый цвет называется он бежевый мы его будем использовать для основания листьев и для ствола и такая формула коричневый 2 капли красно-фиолетовый 1 капля зеленый теплый 1 капля и 3 миллилитра воды давайте приступим давайте приступим с вами как я это делаю ну во первых очень важно чтобы вода у вас была горячая прям кипяток я вот накипятила налила себе наверное она подостыла немножко но вы сделаете все как нужно прям 90 градусов вот только скипела чуть-чуть постояла и все начинает лучше с красок начала капаем красочки вот у нас четыре цвета возьмем 4 кисточки 4 баночки мисочки чтобы не смешивать чтобы не бегать никуда обязательно шприц но это пока учимся создавать так наливаю кипяточек сюда можно темно-красный да конечно темно-красный красный фиолетовый цвет красно-фиолетовый вот так вот он у нас выглядит ну или фиолетово-красный вот фиолетово-красный 15 капель зеленый теплый 5 капель желтый холодный 3 капли и 3 миллилитра воды очень хороший вопрос почему кипяток разница обалденная почему кипяток прям новость какая-то да ладно новости в каждом уроке это говорю очень важно знаете почему потому что наши краски они анилиновые и при температуре они растворяются и становится прям как акварелька вот попробуйте может быть не заметите сразу но заметите потом позже когда будете делать он по-другому ложится когда горячая на краску то есть лучше туда вбирается волокна и смотрите это взаимодействие шелк это что это материал животного производства да так же как примеру шерсть хлопок это растительного производства как растения а вот шерсть натуральная затем шелк у нас шелк натуральный это животного происхождения материал и поэтому там белок и краска лучше в горячем состоянии схватывается просто попробуйте просто наблюдайте и я тоже не сразу это заметила но позже как-то вот знаете на таким шестым чувством видно добавляется на какая-то будет больше акварельности что ли так давайте девчат начнем так как мы начнем окрашивать лепестки то здесь нам потребуется так сейчас принципе можно начать без разницы с какого давайте начну просто наводить кремовый цвет желто холодный желтый холодный 5 капель 1 2 5 мне можно конечно и побольше потому что я и сегодня буду много делать ну ладно давайте сейчас я не хочу вас сбивать чтобы у вас все было идеально 5 капель фиолетово-красный 2 капельки логично переходим на кипяток переходим на кипяток так две капельки 1 2 дальше так коричневая одна капля вот который просто коричневый не золотистый не темная просто коричневый одна капелька и 40 миллилитров воды можно было конечно шприц взять и побольше буду таким так 33 36 39 40 мы с вами создали кремовый цвет второй цвет у нас идет цвета мха очень мы люблю честно говоря простой красивый-прекрасивый по 5 капель сделаю больше мог всегда пригодится и на ствол в равном соотношении берем желтый холодный зеленый теплый кстати краски обязательно взбалтывайте потому что опять же это анилин и он может загустевать то есть это тоже природный краситель и какие-то у них знаете загустевают какие-то дают осадок например в желтом цвете всегда будет два всегда будет осадок красный будет всегда у вас густой фиолетовый может быть так дальше коричневый сложа ровно столько же капель сколько и остальные я решила увеличить дозу и сделать себе по 6 по 6 капель каждого и соответственно 6 миллилитров водички а еще в цветном х добавляю серый это же красивый цвет получается кстати да 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 наташ можно добавлять получать свои оттеночки дальше третий цвет темно-красным красно-фиолетовый 15 капель так 1515 зеленый теплые 5 желтый холодные 3 так да он желтый холодный 3 и 3 миллилитра воды движу что у нас уже 43 минутки наташ скажите просто вы сейчас у нас в эфир и постоянно выходите сколько минут сейчас можно в эфире быть больше часа я уж давно так не было четвертый цвет коричневый две капли 4 цвет это у нас бежевые две капли красно-фиолетовый 1 зеленый теплый 1 и 3 миллилитра получилось зеленого теплого у меня две капельки но ничего у меня получается полтора часа отлично все по формуле 3 миллилитра воды теперь для каждого цвета своя красочка привет привет всем кто присоединяется мы сегодня делаем орхидей q такие маленькие ванильные орхидей ким и их уже прозвали ванильными хорошо хорошо размешиваем но если у вас горячий кипяток вам даже не придется хорошо размешивать но у вас сама все размешается так и четвертая кисточка где-то у меня упала ну что приступим ткань чем-то пропитываете да конечно все ткани специально пропитаны предварительно клеевым раствором на производстве в данном случае я пользуюсь работают на тканях обработанных в россии у нас доме цветочной моды и здесь меня три вида ткани это шелковый сатин бархат и шелковая вуаль вместо вуали можете использовать любую ткань можно можно даже на тот же сатин подсадить посадить то есть чтобы вам если у вас всего две ткани ничего страшного так по мастер-классу написано кстати в чем еще хорошо когда ткани сложены в четыре раза то они получается у вас сразу идеально соединены видите вот так и окрашивайте свою пару потом в дальнейшем это будет вас лепесток моих склеим между собой две штучки это будет ваш лепесток с этой стороны сейчас гладкая лицевая сторона и с этой так как на сатине разница вообще небольшая и сложно вот определять то такое сворачивание в четыре слоя управление сразу она пригодится вам так давайте прям по мастер-классу чтобы вы потом могли тоже все это восстановить прям по мастер-классу вот вначале у нас идут этапы обработки а в конце там где требуется цвет там у нас показано в цвете первое действие большие средние вот я читаю большие средние и маленькие лепестки сложите попарно после того как вы их полностью окрасить кремовый цвет на основание нанесите зеленого мха видите ни слова про воду ни слова не сказано и это действительно особенность которая есть в уроках и магами она редко применяет воду но так как краски сами по себе и акварельные хорошо смешиваются я думаю это сделано знаете для чего для того чтобы более яркие насыщенные оттенки получились и в книге кстати говоря в одной из книг кто знает наташа вы точно знаете у вас есть эта книга она так так красиво так по-философски пишет про воду она говорит вы понимаете что добавлять воды нужно осознанно в краску это тоже самое как если бы вы взяли суп он у вас вкусный а вы решили его сделать менее насыщенным вы бы добавили туда воду вы бы просто испортили свой суп также и тут она говорит что нельзя думать что вот просто плесну воды добавила цвет будет красивый нет 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 именно все в сочетании это делается итак давайте приступим всегда так волнительно на самом деле девчата мне понравились вот эти ванильные вы можете сделать вы можете сделать так а какой ну-ка ну-ка кремовый да все правильно и у нас был кремовые первым вы можете добавить водички чтобы у вас то было чуть чуть посветлее чтобы они были видно да видно от основания краю вот такими движениями наносим я не буду больше разносить до самого конца вот у основания я бы еще чуть-чуть вот так вот разнесла теперь нам нужно нанести будет все излишки уберу носим цвет мха на само основание так интересно сейчас вообще ванилька получилось то есть сейчас у меня оттенок другой так что-то пишет дать стал я тоже воды понемногу если нет вашей ткани у меня чем могу обрабатывать ткань хочу попробовать конечно вы можете взять обыкновенный желатин агар да гарпом это называется в магазинах или попробовать пвс более современный порошок для обработки ткани в домашних условиях на основании слегка слегка наносим зеленого цвета мха то цвет у нас номер два был я сейчас немножко разнесу первой кисточкой которая в кремовом цвете по краям вот за что я люблю интерьерные цветы за то что вот сейчас цвет получился другой чем на вот этих моих орхидейках казалось бы ему ровно по капелькам да но оттеночек чуть-чуть другой получился и я вы знаете что и это будет интересно смотреться в букете когда они разные еще имейте ввиду что ткань после высыхания становится светлее поэтому если сейчас смотрится что цветок яркий лепесток яркий то позже потом у вас на пару тонов будет светлее зависимости от ткани на некоторых тканях значительно изменяется цвет то есть намного светлее становится нужно учитывать но сатин это такой материал на котором не сильно искажается цвет он не сильно его меняет при высыхании вообще это универсальная ткань такая знаете вот прям говорится на все случаи жизни а у меня еще знаете как получилось так интересно немножечко чуть-чуть изменила поворот лепесточков позже покажу вам таким образом я вот здесь поставила еще оттенила на кончики чего чуть-чуть добавила то есть него здесь зеленая да и вот здесь чу но чуточек можете попробовать на одном из для того чтобы потом понять о чем я говорю это как бы обрамила видите вот на моих ванильках вот здесь на концах чуть темнее и как будто бы это создает рамочку вот такую рамочку и цветочек мордашка у него получается в рамочке более обрамлена так дальше приступаем делаем то же самое с остальными полностью положим всю группку больших и маленьких так вроде как вам видно хорошо продолжаем что-то что вы тут пишите и тоже люблю кончики оттенять на нарциссах да надо очень классно вроде незаметно да но что-то подсказывает что там поколдовали не знаешь что такое пвс где взять его смотрите вот обожаю обожаю когда вот эти вопросы сейчас все расскажу пвс это поливиниловый спирт это бытовая химия кстати не нужно ее бояться сегодня выложу в stories такую работу потрясающую женщина сделала очень красиво расшила платье для девочки цветами знаете в стиле там диор шанель полностью расшита цветочками кропотливейшая работа и они тоже обрабатывали так они тоже обрабатывали его они его даже кстати желатином обрабатывали вот точно пвс поливиниловый спирт бытовая химия он а то есть да почему я ее вспомнила в том что она говорит нам говорили что он не опасный это не опасный и у меня есть паспорт этого объекта где мы закупаем да на заводе и там четко по белому написано что не опасная химия там когда класс приведен что это не опасно используется для создания косметики для создания клеев а также художники его используют для грунта вместо грунта наносят или вместо желатина кто-то желатином же обрабатывает холсты вот а теперь они еще пвс обрабатывать чем лучше почему пвс стоит копейки 200 рублей за 100 грамм 100 грамм хватит чтобы обработать 5-6 метров ткани примерно все примерно все зависит от плотности ткани так не путаем кисточки начала говорить о том что расход у него маленький используйте как желатин рецепт мы прилагаем то есть если у нас спросите рецепт моего вам пришлем опробованы замачиваете пвс воду на ночь несколько ложек пвс кладете заливаете водой оставляете на ночь и затем на водяной бане или просто я просто не делаю никакой водяной бане просто ставлю кастрюльку тоже такую которая не пищевая все-таки это химия на плиту на плиту на медленный огонь и стою мешаю размешиваю до полного растворения но ни в коем случае не до закипания потому что если у вас закипит то все опиши пропал можно выбрасывать как только у вас закипела выключая ее но растворилась без комочков без всего выключаете даете остудиться и затем берете ткань желательно и нарезать таким небольшими кусочками чтобы вам было удобно в кастрюльке и и опускать пускаете ткань поднимаете вот так отжимаете кусочки ткани вот от этого пвс и развешивайте на на веревочку сушить не на батарее ни в коем случае ждете высыхания проглаживаете это все утюжком и работаете вот это в домашних условиях мы на производстве обрабатываем другими средствами плюс у нас идет еще термическая обработка помимо того что ну другое средство там процессы посложнее то есть там добавляются такие нюансы которые можно сделать с помощью машин специальных долго над этим работали потому что есть нюансы пвс все-таки съедает блеск это замечено да плюс есть тонкости когда эта машина делает там запаривается это все чтобы в структуре волокна лучше держался клей очень долгие долгие такие изыскания которые привели нас вот к созданию своих тканей и смотрите-ка что я наделала не той кисточкой заболталась залезла не той кисточкой потому что обе уже заморала так так с промоев и конечно я уверен узнаете ничего не бывает случайно значит у этой орхидейки она будет такая еще молодая не не несоспелая раз у нее на кончике вот такой огроменный зеленый я его оставлю вот прям серьезно чуть-чуть разнесу его по краям и оставлю это будет милашка особенной знаете мне очень нравится одна история не помню где уже я слышала про трубочки знаете который для кофе для кофейных стаканчиков они же все одинаковые ровный но вот находишь какую-то одну кривую которая не гнется и она особенно и она вот необычная она запоминается все остальные никогда больше не вспомнятся но про тоже что не случайно это произошло итак у нас окрашенные лепестки сейчас посмотрю спрашивали вы что ли нет приобретает приобретает благородный блеск после пвс вот вот что говорит юля сознанием дела что съедается может быть дикий вот этот вот блеск сатиновый да остается такой благородный легкая я пропитаю пвс таянский бархат очень хорошо получается вот у нас очень много покупать пвс честно говоря обратную сторону не будете окрашивать не от обратную сторону не буду окрашивать потому что она пропитала все этого не нужно делать так вопросов дальше нет переходим к чему давайте с вами перейдем двигаемся прям по мастер-классу первый шаг прошли с вами окрасили второе на основании губ берем детали с бархата нанесите темно-красный цвет а верхние края губ окрасьте в цвет зеленого мха и растушите после того как краска высохнет темно красной краской нарисуйте точечки от кстати я пропустил этот момент на самом деле мимо глаз совсем своем здесь елена присоединилась елена смотрите какие у нас миленькие орхидейки маленькие ванильки сегодня делаем прямом эфире так приступаем к окрашиванию губ помните да на основание красный темно-красный на вот этот конец зеленый мох цвет зеленого мха берем детали из бархата периодически нужно переносить детальки пусть они первых они так быстрее высохнут во вторых если где-то вдруг красочку плохо проложили то она не успеет запечься понимаете она не останется в этом месте нужно за следить за детальками использую для этого пинцет я люблю все делать руками так не сразу присоединилась что это за книжка покрашена где можно приобрести чудесный жаль что нет времени посмотреть ничего страшного я рада была вас видеть так эта книга это знаете это даже не книга это мастер-класс это один из мастер-классов из книги номер три книга такая фундаментальная она называется цветы из ткани я ее привела с японского языка на русский вот и с тех пор конечно же влюбилась в нее до беспамятства и сегодня вот мы делаем по ней мастер-класс делаем орхидей q так давайте давайте положим сюда ничего страшного она у нас темная будет окрашиваем фиолетовый цвет да в темно-красный ух какой мне сегодня прям 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 красный прекрасно можете мало коричневого туда капнула но сейчас посмотрим без воды так еще раз на основании нанесите на красный а верхний края окрасит цвет зеленого мха ну вот удивительно вот вы знаете в цветах вот это вот магия есть она присутствует когда цветок сам диктует каким быть я окрасила сначала я создала формулы репетировала потом окрасила все для того чтобы вам это сегодня дать и каким-то образом цвета чуть ярче чем вот чем я окрашивала получились красный прям вообще красный вот так наношу до видите до конца не буду где-то до серединки я нанесла и теперь навстречу ему пойдет цвет на мха прямо вот отсюда я честно говоря водичку люблю хоть и магами говорить не надо но я вот для градиента было здесь вот для красивого добавила и перенесла чтобы это все сохранилось сейчас получилось красиво интересно интересно оставляю как есть вот мне прям интересно что будет так теперь теперь что делаем у нас еще есть листья помните да что после высыхания красной вот этой красочкой можно еще сверху почему сверху поставить точки она высохнет будет светлее и будет видно не ярко но все-таки точки должны быть видны по одному окрашиваем листики по одному для начала на основание наносим бежевый бежевый это четвертый цвет мы еще с ним не работали а нанесем достаточное количество бежевого не даем лишней краски впитаться в ткань а кончики окрасим мох интересно что это за формулировка для начала на основании листиков нанесем достаточное количество бежевого не даем лишней краски впитаться в ткань лишней краски окрасим кончики а ну знаете что имеется ввиду лишний про орел распространение то есть на основании у нас бежевый и дай оставить место зеленому вот что имеет ввиду и магами действительно хоть они переведены то но я думаю что я действительно помогу вам потому что некоторые моменты ну они не совсем бывают нужно переводить додумывать что же имела ввиду и магами но это такие детали которые совсем незначительны и так что у нас тут девчата что болтать нет пвс не желтеет бархат воду любит пвс не желтит а ну вы уже тут сами общаетесь молодцы а я продолжу на основании наношу бежевый но так чтобы она не взяла лишнего вот что она имела ввиду так сейчас 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 до середины наносим и вот окрасим кончики листиков цвет зеленого мха и растушуем чтобы казалось что листики естественным образом чем выше тем зеленее вот растушевка нужно чтобы это естественным образом выглядело что что такое растушевка да ну просто возьмите кисточку с водичкой и растушуете я просто беру эту же зелененькую и начинаю такими движениями опять же по направлению ворса продолжаю это делать но спускаюсь вниз к коричневому вот это очень важно красить в одном направлении а в бархате тем более сохраняет направление ворса но двигаться вот такими движениями растирая вот здесь на самом деле нужны нужны вот эти кисти японские потому что ими гораздо легче втирать разносить краску по ворсу это сложнее чем по сатину по легкому сатину до разносить вот смотрите видно вам красивенькие достаточно красивый надеюсь что вам видно получились и так мне пвс надо давно цветы хотела попробовать его отличное время скоро весна плюс у нас уроки начались поэтому присоединяйтесь да пвс есть отличного качества перед новым годом приехал еще есть наличие вот на зоне нет можно на сайте у нас взять теперь девчата приступаем дальше хоть бы нам успеть уже час прошел 5 не забываем окрасить и тонкий шелк для подкладочной ткани губ орхидеи для того чтобы ткань хорошо окрасилась пожалуйста окрасти тонкий шелк в несколько слоев у нас тоже есть такие квадраты я вам показывала я побольше их выкроила не 6 на 6 потому что обрезки пригодятся обкручивать соединять тычиночки и а вот еще почему девчата почему и магами говорит что листики не надо подклеивать на подклад просто на проволоку посадить мне же захотелось посадить листики на подклад поэтому я выкраиваю чуть больше вот чтобы проволока никуда не отлетела все-таки прошли годы немножечко мода как-то поменялось и мы стараемся прикрывать хотя в этом нет ничего абсолютно такого и я думаю что это проволока она даже при придаст какой-то харизмы в смысле технологии до который задумала и магами так что мы берем эти кусочки давайте сейчас я уже перенесу можно перенести основная краска взялась можно перенести детальки пинцетом берите пинцеты я это делаю все руками убираем я люблю красить на бумаге на белой очень классно красить на стекле красиво даже на фольге да вот я в одном из мастер-классов рассказывала что на фольге здесь это такое поточное состояние когда вдруг ты понимаешь что вот это вот точно надо красить на фольге смотрите нас попросили несколько слоев а я еще и наложу друг на друга вот и это даст тоже пользу нам так и окрашиваем это все в какой цвет несколько слоев она не говорит но это цвет мха этот цвет мха то я точно знаю данном пункте просто не сказано вообще известно мне что это будет так этот цвет не путаем кисточки она не он так будет детали подкладочные вот так вот красти наискосочек почему большой размах так будет вам просто быстрее и нанесется равномернее потому что это вы же будете по диагонали укладывать вот если вы начнете сейчас но всему то есть как бы и с обмене если вы сейчас начнете вот так красит да у вас могут где-то видны быть мазки а если вы вот так 1 ты и потом укладываете по диагонали то но даже если там что-то и вас и будет видно это это будет идти вот так вот по росту жилок это может добавить вам баллов баллов вашему цветочку оригинальности изюминки вот ну давайте давайте на несколько раз как просили теперь дальше последние до тычинки тычинки нужно окрасить тычинки в темно-красный цвет что и губы орхидеи если не окрасить быстро то тычинки растворяться действительно есть нюанс тычинки у нас они гипсовые поэтому они раскисают у меня тычинки были сразу коричневого цвета поэтому я окрасила только ниточки у них и вам сейчас покажу как ниточки окрашу вот для того чтобы не раскисать добавляйте спирт все всем привет кто присоединяется очень 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 всех рада видеть и дальше окрашиваем стебель давайте к стеблю приступим после того как окрасить и пространство немного выше основания в цвет зеленого мха весь стебель покройте бежевой краской так чтобы стебель орхидеи смотрелся как настоящим перевожу основание ножки вот это нас зеленая как рост здесь он растет и примерно до серединки будет идти зеленый цвет мха а вот здесь вот под цветочком пусть у нас идет бежевый с вами цвет и сделайте небольшой градиент как будет когда будете окрашивать начните с коричневого потом добавьте чуть-чуть водички это классно смотрится на самом деле когда вы здесь светлее и дальше перейдите в зеленом вот такая лента из бархата и так как бы сделать чтобы вам было видно смотрим по направлению вот так у меня направление ворса снизу вверх растет я начинаю наносить снизу так снизу надо было зеленый нанести вот так у нас будет такой тепло тепло зеленый затем зеленый еще лучше такой градиент и вот где-то я подхожу к примеру к серединке да и все на перестаю уже кисточкой залазить в краску так вот растаскиваем на с тем давайте спущу коричневый и потом бежевый по росту красим по росту я была основания вот здесь вот под цветочком помните да что здесь над головка будет здесь по прям по коричневее то есть несколько раз провела покрасила мне кажется зимой самое время делать цветы тем более в преддверии весны когда вот уже 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 скоро февраль уже очень хочется кстати по поводу февраля у нас будет грандиозное событие приходите обязательно на прямой эфир мы течение декабря январь вкладывали конверты с номерами будет розыгрыш в посылке вкладывали но еще будет практика загадывания желаний я не узнала совсем недавно специально не стала делать 1 февраля начинается новый год и все это не просто так это оттуда идет это я вместе с вами буду использовать эту практику новую будем загадывать с вами желания ничего что новый год наш прошел уже про праздников много не бывает я считаю поэтому самое время вспомнить что мы загадали на новый год может быть пересмотреть свои желания усилить и приглашаю вас приглашаю я думаю что это классная традиция будет загадывать желание просто уделить этому время есть у кого-нибудь конверты девчат есть кто-то на эфире у кого есть конверты а дома цветочной моды кто будет участвовать в розыгрыше подарков все 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 покупатели у кого есть конверты получат на выбор могут выбрать вот такой мастер-класс по которому я сейчас веду нужно будет написать обязательно в этот день когда будет идти к розыгры чтобы но мы сразу быстро всем отправили и не растягивали эту историю с подарками чтобы это было приятно вам и не накладно нам по времени написали подарок мы вам его отправили так что успевайте до 1 февраля еще есть время тогда есть да 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 созрела идея целого проекта ничего себе это круто чтобы хватило красок и времени блин юли теперь проще с красками они есть на зоне клей есть на зоне даже если что-то созрела не надо ждать да я кстати об этом думала это классно для творческих людей которые придумали и вот пока там пришла посылка пока то пока все уже вдохновение ушло поэтому теперь сезоном гораздо все проще будет придумали соседнем доме забрали и так не забываем про проволоку смотрите у нас есть там двадцать восьмая проволока да она подойдет для лепесточков поэтому ее мы окрашиваем самый светлый цвет сейчас промоем кисточки и другие там написано что вроде как их надо красить но на самом деле я сделал несколько цветов мы их все эти проволочки вкладываем по ткань все закрывается плотнющим бархатом и этого не видно поэтому я честно говоря не знаю зачем их окрашивать если не окрасить если вдруг у вас закончилась краска знаете что ничего страшного так беру первый кремовый цвет это дело в том что вот на лепестках она может проглядывать сквозь ткань и здесь важно чтобы это было не белая белесая проволока а все-таки в тон а может быть даже кто-то знает эту практику с конвертами по загадывание желаний который у нас будет 1 февраля я бы честно говоря вообще это немножко себя отвлечемся загадывать желание это главная задача женщины чего-то желать хотеть когда мы хотим знаете чего хочет женщина того хочет бог вроде такая громкая фраза но на самом деле так и есть от наших желаний зависит зависит очень многое в зависимости от того одна вы живете с мужем неважно поэтому желать это прям то на что нужно обращать внимание и я бы честно говоря но не загадывая хотела каждый месяц встречаться и загадывать желание все время повышать этот уровень нормы то есть но не останавливаться на достигнутом повышать 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 и в таком нашем общем пространстве желающих мы конечно будем друг друга усиливать все смотрите я окрасила проволочку сейчас еще покажу ниточки но здесь ничего сложного как было сказано в красный вот этот цвет мы окрашиваем если бы они у меня не были окрашены а были белые я бы их а под добавила спиртика чтобы побыстрее красочка испарялась и все а сейчас я только окрашу ниточки вот и тоже не сильно мочить прям вообще и сразу 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 выкладываем подсушиться потому что гипс раскиснет нитки раскисает после высыхания конечно все возвращается но вот так вижу что не все знают практику ну значит познакомимся все мы с вами окрасили все детали проверим еще раз по мастер-классу окрашиваем деталь после того как окрасили пространство все сделали смотрите я думаю что на этом надо эфиры будут по вторникам и пятницам вот по времени я думаю именно так и будет где-то вот в это время что нам потребуется сделать после высыхания когда высохнут ваши детальки я вот не знаю вот этот этап показывать вам или вы самостоятельно его сделаете давайте сейчас проголосуем что что это за этап это этап когда нужно будет склеить между собой детальки на клей посадить туда литон проложить и подготовиться к обработке это и будет вторым таким промежуточным этапом для нужно склеить детали между собой вот напишите мне сейчас показывать его в прямом эфире или вы сами сделаете обязательно показать волю говорит обязательно да ну конечно тогда давайте пока тогда сегодня заканчиваем пусть они высыхают у нас и встречаемся с вами во вторник давайте это будет у нас стандартно 6 часов по москве утра ну плюс-минус все равно понимаете дело житейского может быть какую что-то там сдвинется на час на два вперед назад время покажет но тем не менее дни я точно выбрала вторник и пятница вторник начало недельки чтобы подзарядиться пятница чтобы уже расслабиться 6 часов по москве это всегда полезно еще раз посмотреть до цветов много не бывает процессов творческих тоже все договорились встречаемся на следующем уроке готовьте пожалуйста бульку 24 миллиметра ультра тонкий нож и пятку пятку приготовьте от четырех миллиметров то есть и какая у вас есть 456 любая подойдет вот все три насадки еще раз булька 24 ультра тонкий нож и пятка давайте сейчас там вам даже покажу вот три насадки нам будет достаточно чтобы сделать булька ультра тонкий нож и пяточка меня в данном случае 6 миллиметров но если у вас нет 6 можно и 4 и 5 нормально любую пяточку приносите и сделаем подушка клей и мы на следующем уроке все склеим обработаем может быть даже и соберем постараюсь сделать так чтобы мы на следующем уроке уже закончили уже все и собрали все спасибо рада была всех видеть к вторнику я все приготовлю ну и здорово и это прекрасно воля спасибо большое за участие приятно было познакомиться до скорых встреч пока пока